Официальный логотип к столетию Чувашской автономии утвержден. Его разработали студенты и преподаватели Чебоксарского художественного училища. Для молодых дизайнеров это не только наработка опыта, но еще и повод для гордости. Создавать логотипы доверяют маститым проектировщикам. Вероника Павлова знает, сколько времени понадобилось студентам, чтобы подготовить эмблему главного события этого года. У нас был обычный урок информатики. К нам пришли, сказали, что нужно разрабатывать логотип к столетию Чувашской автономии. И каждый сел за свой компьютер и начал думать. Мозговой штурм длился более двух часов. Для многих студентов второго курса задание показалось сложным. Ведь для того, чтобы сориентироваться в теме и проникнуться идеей, времени было немного. Залезла в интернет, смотрела всякие картинки, которые уже до этого, может быть, делали люди. Посмотрела на герб Чувашской республики, посмотрела на это самое дерево, символ Чувашской республики. И после чего заметила, что ветки этого дерева, которые похожи на сердечко, они также и похожи на нолики. Но, тем не менее, они в таком чувашском стиле сделаны. И я подумала, что можно просто добавить однерку. И тем самым получился вот такой вот вариант. Эскиз логотипа Юлии Соколовой одобрили в Министерстве культуры республики и предложили его немного доработать. Начало, как сердце даете, вот этот знак. А потом мы начали делать, вот это вот мы убрали. В Чувашском ордаменте каждый мотив несет в себе определенный смысл. Когда Юлия нашла вот этот элемент, мы решили, что действительно это удачная идея, потому что это символ единства. Вот получается 100 лет чувашской автономии в единстве живем с русским народом, в единстве живем с другими народами. После того, как цифра 100 приобрела завершающее очертание, Юлия приступила к разработке оригинального шрифта. Было предложено 8 вариантов. Преподаватели и студенты выбрали тот, который более органично вписался в общую концепцию. Теперь логотип празднования юбилея республики будет красоваться на афишах, буклетах и сувенирах. На фасаде здания театра оперы и балета уже разместили баннер 6 на 42 метра. Кстати, над его дизайном потрудилась уже студентка третьего курса художественного училища Маша Каликова. Преподаватели не скрывают гордости за своих подопечных и отмечают. Идея эмблемы 550-летия Чебоксар тоже принадлежала выпускнику училища. Здесь уверены, что впереди еще немало интересных проектов, которые предстоит воплотить в жизнь.